Сегодня я тебе покажу в этом видосе кое-что такое необычное, не знаю, может быть тот это уже показывал, может быть тот уже это снимал, не в курсе, я чисто решил попробовать затестить эту тему и как ты знаешь, чем дольше ты играешь, соответственно, тем больше ты узнаешь, больше ты видишь в игре, да, всяких разных приколов, багов, лагов, построек и так далее. Благодаря модульным строительствам сейчас стало возможным строить вот такого плана базы, то есть кто-то ставит, это просто как пример вам я построил, сделал ее в бетон все полностью и показал на примере, что есть такие базы, которые обустроены вокруг, но с такой же подсадкой высокая, здесь просто одна стена и при рейде базы, когда ты взрываешь фундамент, падает абсолютно все, соответственно, ящики уничтожаются, шкафы остаются, в воздухе влетать и машины, соответственно, тоже остаются летать в воздухе, добраться до них ты никак не сможешь, угнать ты там, если находится машина, ты никак не сможешь, добраться до ящиков, соответственно, ты никак не сможешь, сейчас я покажу небольшой такой обзорчик, как забраться туда, не ломая фундамент и вскрыть все, что там есть и забрать оттуда лут. Ну, давай начинать с самого простого, то есть вы подбежали к этой постройке, обнаружили, что второй этаж, по сути, то никак не забраться, если вы играете с квадом, то люди в основном делают подсадки вот таким образом, один встает слева, другой встает справа, третий на них запрыгивает и каким-то там чрезвычайным образом, через баги, гряги и лаги он пытается и это прям шанс, по крайней мере здесь, это шанс просто минимальный. То есть, когда есть стены, тогда там, да, через подсадку, это проще простого. Здесь вероятность того, что так получится, это крайне мала, потому что слишком широкое расстояние, игрок будет просто выпрыгивать, выскакивать. Ну, а так как вы, если вы солд-игрок и вы нашли такую постройку третьего этажа, без которой не забраться как каким-то либо там, либо чит-кодом на полет, либо хозяин базы не построит вам подъезд, куда заезд, то вам нужно всего лишь две машины. Собирайтесь на... подъезжайте, точнее, с открытым багажником как можно поближе, чтобы у вас был вероятный шанс запрыгнуть сразу. Тут немножко еще надо будет подыграть и, как сказать это правильно, найти тот самый пикселек, когда ты сможешь вот так спокойно запрыгнуть. Потому что за счет того, что она бетонная и широкоформатная, так сказать, она не дает этому поймать пиксель-анимацию. Вот, в общем, такого плана. Вот вы машину подгоняете так вот, с открытым багажником, залазите сюда. Что остальное? Остальное приходится делать только взлом. Взломщик подходит, направляет на дверь, находит этот тоже пиксель. Смотрите, главное не упасть здесь. Находит пикселек и, соответственно, начинает вскрывать. Вскрывать я сейчас не получится, потому что флаг стоит мой. Вот, находит этот пиксель. Вот, пожалуйста. Открыть, удалить. Взломать. Когда появится взломать, соответственно, появится то же самое и у вас в игре. Вот, нашли этот самый пиксель, открыли. Начинали это вскрывать. Вскрыли дверь, открыли ворота. У вас там, допустим, стоит какая-то там машина, не знаю, да хоть что, не важно, шкафы там, что хотите. Берем вторую машину. А ту машину оставляем так же, с открытым багажником. Здесь можно заранее, кстати, открыть тоже. Подгоняйте. Невандори. Нужно, сама суть, нужно поставить ровно машину. Ровно на, чтобы она смотрела жопой вперед, на, именно вот на эту дырку, которая есть. Хотя, в принципе, даже если у вас не получится поставить ее прям ровно-ровно, вам хватит того расстояния, которое будет... Указано там. Секундочку. Немножко тут подделаю. По сути, жопа, она вот является, как бы, частью, которая повыше, да, чем перед. Можно попробовать и спереда, но профита будет не такого. То есть, есть вероятность, что у вас не получится замутить. И делаем все гораздо проще. Аккуратно. Запихем. Вот, встали четко. Бомба лейла, так сказать. Я вот, не знаю, я тестил, ну, точнее, не тестил, сила толчка влияет ли от навыка силы. То есть, если у вас большая сила сильнее, толкает он или нет. Если знаешь, напиши в комментах. То есть, смотри, у тебя появляется уже расстояние намного меньше. Что мы делаем? Берем и толкаем назад ее. Таким образом, у нас есть вероятность залететь туда. Сейчас я затестую этот момент еще раз. Вот, как я и говорил, все сработало. Вы забрались наверх. Закрылись, кстати, шкафы. Вы, соответственно, все шкафы вскрыли. Если вам это нужно. Если находится машина, то забрали машину. Позвали своих тиммейтов. Если есть тиммейты, если нет тиммейтов, то по очереди. Прогнали, угнали, спрятали. Потом продали или что там с ними сделали. Ну и, в принципе, вот и все. Вот. Весь рейд. Такой базейки. Просто стал замечать уже реально базы строят такого плана. когда вот еще они вокруг обустроены. То есть, если что, то протестим еще и там вариант этот. Как в рейдить такие базы с такими этажами без взрыва и багов там, всяких лагов. Все, всем спасибо. Если кому интересно, пользуйтесь рейдить и таких вот умных строителей. Давайте. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok